К другим новостям. Это новый этап для латвийской науки. Сегодня в местечке Ирбена провели уникальную операцию по установке антенны на один из крупнейших в Европе радиотелескопов. Его реновация обошлась в 8 миллионов евро, в том числе и европейских денег. Репортаж из Венсполса Сергея Герасимова. Последние приготовления вплоть до самого подъёма. Нужно заранее как следует смазать места крепления антенны к башне. Ремонт приёмной тарелки радиотелескопа РТ-32 в Ирбене занял около полугода. Предстояло восстановить металлический каркас и зеркальную поверхность. В общей сложности 20 тысяч деталей. Сегодняшняя процедура не менее сложная. Поставить всё это на место. Похожую задачу в независимой Латвии решали лишь однажды, когда эту же антенну снимали с башни. Подъём на высоту занял минут 10. Самая сложная – установка антенны точно на место. Итак, 60-тонная антенна уже над самой башней. При благоприятных погодных условиях её подъём и установка могли занять до получаса. И хотя пробные подъёмы были и всё рассчитано до мелочей, волнение чувствуется абсолютно у всех. Ещё градусов 10 влево и антенна на месте. С земли угол её поворота контролируют вручную. Следят за сложной процедурой десятки специалистов и несколько сотен зрителей. Талис Миллерс – бывший президент Академии наук Латвии. Именно благодаря ему Ирбинский телескоп не постигла участь скунского локатора. 21 год назад правительство сказало, объект нужно взрывать. Здесь уже стояла целая колонна машин, палатки и инструменты, чтобы пустить эту антенну на металлолом. Но научная академия предложила перенять объект. Я осознавал всю важность объекта для латвийской науки. Нам предложила наша учительница по физике сюда приехать. Сказала, что здесь будет историческое событие. Ну вот мы сегодня собрались с всем Меспусом. Вот мне лично будет очень интересно узнать, как это всё будет работать. РТ-32 или Сатурн – это часть советского объекта «Звёздочка», состоящего из трёх радиотелескопов. Построены в начале 70-х. До наших дней дожили лишь две антенны. Вторая здесь неподалёку. В советское время с его помощью перехватывали данные со спутников НАТО. Спустя минут 40 после начала работ антенну наконец установили. Всё прошло по плану, говорит Олег, оператор подъёмного крана. Уникального в Северной Европе. Сегодня всё было в его руках. Ну, единственное, порывы ветра были наверху. Начала конструкцию раскачивать. Ну, ребята удержали, всё хорошо. Реновация телескопа – огромный шаг для латвийской науки, говорит глава Центра радиоастрономии. Совместно со всей модернизацией, которая закончится в октябре, она даст нам возможность, во-первых, где-то на два порядка чувствовать больше сигналов космоса, то есть видеть дальше в радиоволновом диапазоне. Во-вторых, мы сможем тоже исследовать ионосферу, исследовать космический мусор, исследовать межгалактические пространства. После модернизации телескоп будет работать 24 часа в сутки. Здесь ждут иностранных, и латвийских инженеров, и астрофизиков. Но из-за такой нагрузки радиотелескоп отныне будет закрыт для экскурсий. Обещают, впрочем, подготовить не менее интересные объекты в округе.